приветствую друзья я виталий портник десятки тысяч людей вышли вчера вечером зданию республиканской избирательной комиссии в центре сербской столицы белграда и собираются выйти вновь требуя отмены состоявшихся в сербии парламентских выборов выборов на которых очевидную победу одержала коалиция связанная с действующим президентом страны александром вучичи однако представители демократической оппозиции утверждают что выборы были сфальсифицированы и требуют полного отмена итогов голосования и проведения новых честных выборов о том что во время выборов были очевидны фальсификации что они не были по-настоящему конкурентными говорят и наблюдатели от организации по безопасности и сотрудничеству европе многие западные политики разумеется честными выборами называет голосование которое прошло в сербии представители пророссийских институций которые также приезжали следить за этими выборами разумеется на всякий случай чтобы президенту вучичу было на кого сослаться когда он говорит о честных и безупречных выборах вучича можно сказать подвела политическая жадность дело в том что в его победе на этих парламентских выборах никто особо не сомневался у действующего сербского президента достаточно высокий рейтинг поддержки и то что связанные с ним политические силы очевидно победят на выборах в скупщину сербии мало кто сомневался социологические опросы также говорили о возможной победе партии президента однако в столице страны белграде как это уже было не раз у демократических сил было явное преимущество в результате внеочередных парламентских выборов и местных выборов в белграде и других регионах страны вучич мог сохранить возможность формировать правительство но отнюдь не контролировать сербскую столицу а опыт руководство сербии показывает сегодня ты теряешь белград а завтра уже власть во всем государстве именно так начиналось падение диктатора слободана милошевича в администрации которого напомню вучич занимал пост министра информации то есть прекрасно знает о том как произошло падение одного из самых отвратительных режимов в истории недавней европы вучич решил перестраховаться перестраховаться так как обычно перестраховываются политики которые работают где-то на грани демократии и авторитаризм в белград и были завезены жители соседней ки боснии герцоговин вернее республики сербской одной из частей этого государства которые имеют паспорта сербии абсолютно естественный прием мы который нередко применяется на выборах в той же российской федерации где люди участвуют в организации каруселики во время так называемого единого дня голосования но в случае с сербией тем кто приехал на выбор а был организован массовый подвоз граждан в белград разрешили проголосовать не только на парламентских выборах но и на местных и голосование людей которые никогда не жили и не будут жить в белграде и которые после того как организовано приехали организовано и уехали на территорию боснии герцоговины это голосование изменило соотношение сил в сербской столице в учить собственно именно этого и хотел и уже сейчас уверенно говорит что один из представителей киева коалиции станет новым мэром белграда а оппозиция разумеется в этом не видит никакой необходимости она уверена что именно на выборах в белграде произошел грубый подлог и это даже не нужно никому объяснять тем более что самое интересное александр вучич признает какого рода технология была применена для того чтобы обеспечить ему победу в сербской столице он говорит что граждане и республики сербской и составе боснии герцоговины имели полное право голосовать там где им вздумается и извиняется перед соотечественник которые живут в другой стране за ту тональность которая была избрана в комментарии относительно их голосования как будто сами эти соотечественники не знают что их привозили на автобусах для того чтобы они обеспечили победу александру вучич но недовольство тем как завершились выборы в белграде как это обычно и бывает привело к тому что оппозиция теперь требует отмены всего общенационального голосования а это уж точно не в интересах александра вучича который задумывал внеочередные выборы для того чтобы подтвердить высокий уровень поддержки власти на фоне серьезного кризиса который произошел после убийств в стране и после того как эффективность его руководящей деятельности и силовиков которые подчиняются александру вучичу были поставлены под сомнение в достаточно широких кругах общества прежде всего разумеется в сербской столице как это часто бывает провинция куда более благосклонна к действующему президенту серб поэтому теперь возникает вопрос как будет выглядеть развитие политической ситуации сербии в ближайшие дни и недель то что мы видели вчера весь вечером напоминала украинский майдан который тоже как правило начинался из-за недовольства теми или иным конкретным поступком власти а затем когда оказывалось что власть не способна идти на переговоры с обществом протест разрастался именно до размеров майдана до общенационального недовольства так кстати было и в самой сербии задолго до протестов на постсоветском пространстве когда именно выборы в белграде привели к массовым протестом и это стало началом конца слободана милошевич ситуации которая привела отвратительного сербского диктатора на скамью подсудимых в гаагу и опять таки у александра вучича есть четкое представление о том как происходят подобные события поэтому сейчас он может выбирать между диалогом с обществом которое недовольно тем каким грубым трюкам он получил власть по крайней мере в сербской столице или разгоном протестов что в свою очередь может привести к разрастанию сербского кризиса и в конечном итоге не сразу но к потере той власти которая кажется сейчас сербскому президенту его сторонникам незыблемым ведь майдан есть майдан и у него есть свои законы законы которые приводят к тому что народ всегда сильнее власти который занимается фальсификацией и выборов если разумеется речь не идет о очевидной российской поддержки а владимиру путину вряд ли удастся поддержать александра вуча также эффективно как он поддерживал постсоветский авторитарный режим да и в этом случае как мы знаем в случае с украиной происходили серьезное поражение российского политического режима и это кстати тоже то о чем известно александру учу спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на мои социальные сети на каналы патреоне байме кофе который помогает развивать эти ресурсы пользуйтесь функции спонсорства в самом youtube мировым